Встрогая экономия Терпение жителей села Дербисек накалено до предела в кабинете Акима. Они уже не в первый раз. Люди требуют подключить водопровод к подземной скважине. Ее владелец, депутат областного маслехата Нурлан Омаров, на собрание не пришел. В течение полтора года я с ним всегда разговариваю, вместе обсуждаем. Этот вопрос у нас обсуждался сколько разов? Шесть, наверное, обсуждался. Этот вопрос обсуждался. Никак мы не могли их совместно в одном месте поговорить. Вместе, понимаете? Его пригласить и его пригласить. Его пригласишь, того не найдем. Вот так и не получилось. Вот та самая скважина, откуда еще с советских времен в дома сельчан по трубам разливалась питьевая вода. После того, как эту землю арендовали, водопровод обесточили. Теперь люди утоляют жажду за деньги. Воду увозят на все четыре стороны, а мы трубу провели по 25 тысяч тенге собирали. И то не можем хоть капельки воды взять. Насчет стирки я вообще промолчу. Мы сейчас снег кипятим, чтобы постирать. Почему в 21 веке так живем? За то время, пока не использовался водопровод, трубы пришли в негодность. Сельчане начали восстановление самостоятельно. Закупили инвентарь, построили водонапорную башню. Рассказывают, что потратили на это уже около пяти миллионов тенге. Но подключиться к источнику хозяин скважины не позволяет. Последняя встреча с ним чуть не закончилась мордобоем. Отасовку кто-то из жителей снял на камеру мобильного телефона. Сам депутат Нурлан Умаров уверяет, поделиться водой с сельчанами не против, но только на законных основаниях. Мое требование, пусть они сделают все документы, проектно-сметную документацию на башню. Потом, пожалуйста, я дам им воду, если у них все законно. На самом деле я имею право даже не давать им ее, потому что у меня есть контракт. Выиграл на тендере. Все документы у меня в наличии. Подписывать новых соглашений с предпринимателем сельчане не хотят. Они подали жалобу в генпрокуратуру, Нуратан и администрацию президента. Надежда Полинка, Ирина Абрамова, Бахадыр Тажибаев, Виталий Заянтинов, 7 канал, Южно-Казахстанская область.